С покоем веков благотворительность была широкой чертой русской души. Немало фестивалей проходят на территории не только Российской Федерации, но и в частности Крымского полуострова, да, вот таких благотворительных фестивалей. По поводу того, какой именно фестиваль уже пять раз проходил на нашем Крымском полуострове, сейчас нам расскажет наш гость. Абсолютно верно. Предлагаю ему присоединиться. Николенко Владимир Михайлович, художественный руководитель камерного хора Крымской государственной филармонии «Таврический благовест». Фестиваль мастера искусств Крыма стал традиционным. Он получил новое название, новую оберку. Теперь он называется «Музыка дарит жизнь». И действительно, музыка может дарить жизнь? Конечно. Без музыки жизнь невозможна. Помню, когда ты учился в музыкальной школе, там была такая надпись. «Без музыки я не могу прожить и дня». Она вокруг меня. Доброе утро. Доброе утро, Владимир Михайлович. Мы уже в прямом эфире? Мы уже в прямом эфире. Прекрасно. Доброе утро. Доброе утро, маэстро. Как начался ваш день? Ну, знаете, я сегодня рано приснулся, вот приехал к вам на крышу с тем, чтобы рассказать об очень интересных событиях музыкальной жизни Крыма, которые грядут у нас. Так что же это за события? Какие, да, события? Ну, вы знаете, в этом году происходит у нас пятый благотворительный фестиваль, который мы назвали в этом году «Музыка дарит жизнь». Главная цель этого фестиваля – собрать деньги для детей, которые страдают онкологическими заболеваниями и находятся на излечении в нашей детско-республиканской клинической больнице. Фестиваль проходит уже пятый год подряд. Было исполнено много прекрасной музыки. В этом году для фестиваля мы избрали замечательное сочинение нашего современника, аргентинского композитора Мартина Палмери, «Месса Буэнос Айрес», иначе называется «Месса Танго». Это очень необычная музыка, посвящена она великому Астеру Пьяцоле и сохранен стиль этого композитора. В то же время это такой, знаете, синтез классической музыки, классических традиций, джаза, танго аргентинского. И, конечно, эта музыка очень демократична, она понятна всем, даже самому неподготовленному человеку, и поистине она прекрасна. Я думаю, что все, кто придут на фестивальные концерты, они запомнят их на многие-многие годы, может быть, даже на всю жизнь, и насладятся прекрасной музыкой. Илья Михайлович, но я знаю, что не вы, не вашими силами только, я имею в виду, крымских музыкантов, будет исполнено это произведение. Да, вы знаете, в этом году к нам на подмогу приезжает замечательный хор. Это лауреат международных конкурсов, в камерный хор Челябинской государственной филармонии. Мы давно сотрудничаем с ними между Челябинской и Крымской филармонией, заключен договор о дружбе, о сотрудничестве. И вот это такой подарок, который нам преподносит руководство Челябинской филармонии. Но это еще не единственный подарок. У нас свершится еще одно событие, и в рамках фестиваля, и также и не в рамках фестиваля. Челябинская филармония приобрела очень дорогой инструмент – переносной, перевозной орган. И впервые в истории Симферополя у нас зазвучит орган. Стараниями, опять-таки, руководства Челябинской филармонии. К нам приезжает орган замечательной голландской фирмы, это трехмануальный орган, его возможности безграничны. Он будет монтироваться у нас в Симферополе, в здании музыкального училища, и на тех сценических площадках, где будет проходить благотворительный фестиваль. Орган, простите, электронный или по типу ионики? Нет, это не по типу ионики. Это очень дорогой инструмент, это серьезные фирмы. Конечно, там используются и современные достижения электроники, но это орган, который используется во всем мире в самых серьезных музыкальных программах, в самых серьезных музыкальных проектах. Совсем недавно произошел такой курьезный случай, я разговаривал с директором Челябинского органного зала, он говорит, что, понимаете, у нас проблемы, нам нужно купить матрасы, а мы не можем за бюджетные деньги купить матрасы, поскольку это не наша, так сказать, филармоническая природа. А матрас нужен для того, чтобы весь этот орган упаковать, чтобы он спецтранспортом доехал к нам в Крым, чтобы, не дай бог, в случае какой-то ситуации он не был поврежден. Вот. Поэтому я хочу сообщить вот уже более-менее конкретно о тех музыкальных событиях, которые у нас в скором времени состоятся. 12 сентября в 18.30 в атриуме Симферопольского железнодорожного вокзала у нас пройдет торжественное открытие фестиваля искусств, пятого благотворительного фестиваля искусств «Музыка дарит жизнь». Участники этого фестиваля – Севастопольский государственный симфонический оркестр, камерный хор Крымской государственной филармонии «Таврический благовест», камерный хор Челябинской филармонии, образцовый детский хор «Радуга» Симферопольской музыкальной школы номер один, которым руководит Ольга Ивановна Шаповалова, замечательный солист, органист, крымчанин, выпускник Симферопольского музыкального училища, Одесской консерватории, народный артист России Владимир Хомяков, он исполнит партию органа в мессе, другие солисты, артисты, которые будут участвовать непосредственно, я не могу уже всех перечислить, они все в афише значатся, в буклете нашем фестивальном. Через день, 14 сентября, в Севастополе, в Центре культуры и искусств, состоится концерт фестивальный, где прозвучит эта же музыка, месса Мартина Палмери, месса танго, месса Буэнос-Айрос, и 16 сентября в 18.30 в Евпатории, в Театре имени Пушкина, тоже пройдет фестивальный концерт. И не могу не анонсировать замечательный органный концерт, который состоится у нас в Симферополе, 11 сентября в 19 часов в концертном зале музыкального училища. Владимир Хомяков, народный артист России и камерный хор «Таврический благовест», исполнит сочинения Баха, Генделя, Губайдулина, Вавилова, ну и другие популярные сочинения, как для органа, так и для исполнения органа и хора. Верий Михайлович, насколько я понимаю, открытие фестиваля традиционно проходит в Атриуме вокзала. Это все-таки немножко нестандартная площадка. Могли бы еще раз рассказать немножко о том, что же будет там, как будет все проходить, во сколько и пригласить наших телезрителей? Тарас, повторюсь, что в Атриуме железнодорожного вокзала 12 сентября пройдет торжественное открытие фестиваля, будут официальные лица, будут наши гости, дорогие гости, которые помогают организации нашего фестиваля. И я надеюсь, что придет очень много людей, которые не просто придут послушать прекрасную музыку, они придут покупкой благотворительного билета, внесут тот взнос, который поможет ребятам исцелиться. Знаете, я вчера на пресс-конференции говорил, что для нас это очень важно, не только исполнить прекрасную музыку, познакомить с этой музыкой крымчан, наших гостей, но и все-таки внести свой вклад в исцеление этих детей. Если мы хотя бы одну человеческую жизнь спасем, то мы достигнем той цели, о которой мечтаем. Повторюсь, что открытие в Симферополе состоится 12 сентября в 18.30 в Атриуме Симферопольского железнодорожного вокзала. Спасибо вам большое. Мы благодарим за анонс и увлекательную беседу. И напоминаем, что сегодня в студии был Николенко Владимир Михайлович, художественный руководитель камерного хора «Таврический благовест». Но я напомню, что наш телеканал традиционно является спонсором информационным этого проекта, и мы транслируем в прямом эфире данное мероприятие. Поэтому если кто-то не сможет попасть на концерт, то непременно смотрите на наших телеканалах на Первом Крымском и Крым-24. Но мы двигаемся дальше, и наверняка всех интересует, что же нового появилось в интернете. Так давайте узнаем из нашей следующей рубрики «Новости интернета» прямо сейчас.